Здрасте! Смотрим Ванзая. Я покушала фруктиков перед стримом. Не знаю, насколько меня хватит и на какой минуте я начну говорить о том, что снова голодная. Поехали! Всем привет! Сегодня у нас повторение уличной еды. А чё это такое? Будет два очень прикольных... А, это был кокосик! Блюдо, а третье в какой-то мере странное и даже отвратительное. В Корее... Я так понимаю, это куриные лапки. ...готовят вот такие чипсы на палочке в виде спирали. На палочку надевают картошку. Затем нарезают с помощью специальной машинки. Угу. Кстати, а кто-нибудь знает? Он готовил уличную еду из Таиланда, потому что она там безумно вкусная. И мне бы хотелось попробовать приготовить их блинчики. Они делают их довольно необычно, но так вкусно! Нюхуй! Обжаривают во фритюре, солят... А там же шкурка, получается, осталась? ...и добавляют специи. Как много соли и специй! Попытаемся всё это повторить дома и без спецоборудования. Ну, наверное, это вкусно. Мы взяли молодую картошку. Их! Пересыпаем её в раковину. И хорошенько отмываем. Угу. Затем насаживаем на шпажку для барбекю. Прикладываем нож. Крутя картошку, пытаемся нарезать спираль. А, неплохой лайфхак, кстати. С первого раза ничего не получилось. Но, потренировавшись, выяснилось, что удобнее всего нарезать на весу, а нож держать снизу. Угу. Самое сложное, это выдержать нужный угол. Чтоб толщина спирали была везде одинаковая. Ууу. Дорезав до конца, растягиваем спираль по палочке. И готово. Растетая? Получила не так тонко, как у корейцев, но тем не менее, пойдёт. Также мы сделали ещё одну спираль из молодой картошки. И две из старой. Проверим. Ну, ещё её почистили. Я бы и вот эту, если честно, почистила тоже. Теперь берём кастрюлю. Выливаем в неё три бутылки масла. Каково фритюр будет сейчас опускать, да? И отправляем на плиту. Ждём, пока всё это разогреется. И опускаем в горячее масло шпажки с картофельными спиралями. Угу. Такая музычка прикольная на заднем фоне прям. Ждём, пока не станут такого красивого поджаренного цвета. Достаем. И выкладываем на бумажное полотенце. Пусть лишний жир стекает. Угу. Также обжариваем спирали из молодого картофеля. По цвету они получаются не такими румяными, но уже готовы. Да. Поэтому достаем. Ну у тебя как-то покрасивше что ли выглядит. Больше на чипсики похоже. Не знаю. Сверху их посыпаем солью. А также копчёной паприкой. Оу. Выкладываем в бумажную тарелку. Готово. И поливаем кетчупом. Ну довольно быстро. Всё, спирали на палочках готовы. И наверное вкусно. Пробуем ту, что из молодого картофеля. Аааа. 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 Поправляют её в блендер. Также орешки кешью и с кокосовой водой всё это перемалывают. Затем разливают по кокосам. Уууу. Виртуозно поливают кокосовыми сливками. Да так, что потом за кокос нельзя было вообще взяться. Сверху ещё орешки и вставляют ложку. Ну что, давайте всё это повторим. Думаю это безумно вкусно, ещё и полезно. Сразу устанавливаем блендер. Нам нужен вот такой дорогой питьевой кокос. Его прям подрубили так со всех сторон. Кладём его на бак и встретить резаем ненужные волокна. Мы один раз купили у нас тоже питьевой кокос, но он был такой невкусный. А вот попробовали в Таиланде. Ну вот настоящий кокос, да, там такой большой, круглый. Это было вкусно, но не так как я ожидала, не так как я думала. Когда третий ореха уже на поверхности, начинаем стучать тыльной стороной ножа. Угу. Непросто это дело. И ждём пока он расколется в нужном нам месте. Но прежде чем открывать... Там всё выливается! Попытайтесь это сделать аккуратнее. Оооо! Ну... Бывает. С крышки отделяем кокосовую мякоть. Прям баунти скушать захотелось. И сбрасываем в блендер. Достаю мякоть и изнутри кокоса. Также нужна горсть орешков кешью. Такие вкусные орехи, я только недавно их впервые попробовала. Отправляем в чашу блендера. Для усиления вкуса и аромата кокоса будем использовать вот такой сироп. Открываем. И добавляем совсем немного, чтобы во вкусе не было лишней химозности. Угу. Правильно. Так же нужен лёд. В блендер пересыпаем пол лотка. Накрываем крышкой и включаем. И поехали! Всё, это блендерим минуты две, чтобы масса взбилась и... Блендерим, я впервые слышу такое слово. Надо запомнить. Берём пустой кокос и наполняем его нашим густым коктейлем. Там ещё даже осталось немного. Измельчить орешки кешью. Добавляем их сверху. Ммм. Берём кокосовые сливки. Отрезаем уголок. И поливаем сначала аккуратно. Аккуратненько, да? А затем, как на улицах Инги. Ха-ха-ха. Круто. Остаётся вставить трубочку и ложку. Блин, так круто. Всё, настоящий орехово-кокосовый коктейль готов. Мне кажется, это реально безумно вкусно. Давайте же его попробуем. Пить его через трубочку очень сложно. Поэтому удобнее ложкой. Кушать. В общем, эта штука имеет... У него ещё такая трубочка, кстати, деревянная. Спасибо. Это самый насыщенный кокосово-тропический вкус, который я вообще когда-либо ощущал. Вот это действительно райское наслаждение. Ммм. И последнее. Супер странное, а для кого-то даже отвратительное блюдо из Таиланда. Даааа. Варят куриные лапы. Я, если честно, в Таиланде такого не видела. Но видела однажды, как продавали тараканов. Типа для того, чтобы кушать. Кстати, возможно, я это даже сняла для влога, который должен выйти из Таиланда. На что я очень надеюсь. И если вдруг он выйдет когда-нибудь, наверное, там уже у вас будут дети и внуки. Надеюсь, что вы посмотрите и увидите. И я сейчас, когда увидела эти лапки, вспомнила ролик Брайана и Анастасии с как они пробовали всякие вкусняшки. И там была такая вот лапка. Нет, нет, нет. Я бы такое в жизни есть не стала. Это ужасно. Затем обваливают в кляре. И обжаривают во фритюре. Не совсем понятно, что в них есть, но, тем не менее, давайте всё это при... Никому не в обиду, но для меня это как-то мерзко выглядит. Это может быть вкусно, но... Нам нужны сами лапы. Берём по одной. И надрезаем последние фаланги, из которых торчат в ногти. Это так чётко! Перекладываем в миску. Нужно так проделать со всеми лапами. Сверху заливаем их горячей водой. И отправляем вариться. Для кляра всыпаем в миску муку. Обязательно копченая паприка. Кстати, он часто ее добавляет. Сухой чеснок. Анчи чили перец. Что? Горчица. Но они прям острые будут. Ну и вода. Как понимаю. Все это перемешиваем. Подливаем еще воду. Перемешиваем и кляр полностью готов. Также нужна еще одна миска, которую мы наполняем мукой. Отваренные куриные лапы перекладываем в муку. Накрываем крышкой и трясем. Чтобы в муке были прям полностью. И лапки в муке перекладываем в кляр. Также накрываем крышкой и перемешиваем. Не, можно было бы попробовать приготовить нечто подобное, но я бы заменила их на, не знаю, филе. Все достаем и обжариваем во фритюре. Ты пока смотри, я проблюсь. Ну. Ну ведь кто-то такой любит. Буквально 2 минуты и достаем. Перекладываем на бумажные полотенца. И так пока не пережарим все лапки. Вот понимаете, если не думать, что это лапки и не обращать внимание на их форму, то вот прям ты понимаешь, что хочешь кушать, прям очень кушать. А потом понимаешь, что это лапки и вот видишь вот это вот. И вспоминаешь, как он резал ногти. Перекладываем в картонную тарелку. Прям как из киевси. И очень странное блюдо из Таиланда готово. Давайте попробуем. В общем, из съедобного это вкуснейший кляр и такая живообразная кожица. Вот я так и знала, что кляр будет самым вкусным. Поэтому можно было просто взять филе и все. Как закуска в принципе пойдет. Но другое дело, что если взять куриные ноги и повторить с ними все то же самое, то будет гораздо вкуснее. Согласна. Пишите в комменты, смогли бы вы попробовать вот такие куриные лапы. Либо же для вас это очень мерзко. Мерзко! Так же ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот мне кажется, что эти лапы люди начали готовить в Таиланде просто потому, что была курица, они ее разделывали, остались лапы. И чтобы их не выкидывать, они решили что-то такое вот придумать, выдумать. И потом это со временем стало неким деликатесом. Ну просто реально, в чем логика брать вот эти лапы, если можно взять куриные бедрышки вот этих вот, да, и будет гораздо вкуснее куриные ножки, как, например, в том же самом KFC, да и не только. Я когда была в Таиланде, вот еще раз повторюсь, не видела таких лап, хоть и видела и другую экзотическую еду, и кое-что даже пробовала, и надеюсь, что все-таки влог когда-нибудь выйдет, и я вам это все-таки, да, покажу. Больше всего мне понравился вот этот кокосовый коктейль, он такой классненький. Это очень круто по поводу чипсов. Я бы попробовала разок, но, не знаю, стала бы готовить такое на постоянной основе, и стала бы такое кушать. Да, сейчас раскрыла. А кто-то красит куриные ногти. Ой, а я видела такое, да, тоже где-то, жесть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok